Уходящий год стал непростым для всех отраслей. Из-за ограничительных мер пришлось отказаться от многих мероприятий в культурной сфере. Но выполнение стратегических задач никто не отменял. Об этом говорили на заседании коллегии Министерства культуры по делам национальности и архивного дела республики. В этом году две юбилейные даты. 75-летие победы в Великой Отечественной войне и столетие со дня образования Чувашской автономии формировали главный культурный фон. В республике прошли более 100 мероприятий, в основном в онлайн формате. Юбилейные мероприятия остаются позади. Впереди стоят перед нами глобальные задачи. Вы помните, что серьезные средства были вложены в этом году и в предыдущие годы, когда готовились мы к 100-летию Чувашской автономии. К примеру, в перезагрузку музея. В целом ряде районов и городов проведены ремонтные работы. И сегодня у нас стоит задача сделать эти музеи точкой притяжения не только для наших гостей и туристов, но прежде всего для своих молодых жителей, для подростков, для школьников и студентов. Именно в музеях оживает история народа. Все основные вехи развития республики представлены в различных экспозициях. Интерактивность стала главной составляющей работы краеведов. В следующем году особое внимание будет уделено трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. В будущем году основные реставрационные и ремонтные работы в муниципальных музеях должны быть завершены. В перечне важных событий – столетие Чувашского национального музея. В этом году открылось два современных кинозала в Канаше и Порецком. Большое кино постепенно возвращается на село. Заработал виртуальный концертный зал в Институте культуры. Новый облик приобретают сельские дома культуры. Где-то они отремонтированы, где-то построены заново. И все оснащены новым оборудованием. Наряду с Театром Кукол, Театром Юного Зрителя, федеральные средства на ремонтные работы получил Театр оперы и балета. Нам необходимо разработать стратегию развития Чувашского государственного театра оперы и балета. Валерий Леонидович и ваши коллеги. Так как помимо того, что требуется ремонтная работа в связи с необходимостью обеспечения пожарной безопасности, ставится задача, конечно, и сделать такой яркой точкой притяжения на уровне ПФО как минимум. В 2021 году знаковые даты у Государственного исторического архива и Государственного архива электронной документации. 80 и 25 лет соответственно. В планах строительство нового хранилища для архива современной истории. Реализация национального проекта «Культура» продолжится. Одна из главных его целей – увеличить посещаемость культурно-досуговых учреждений. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика.